Еще совсем недавно на этом месте дежурила национальная гвардия. Сейчас дорога здесь полностью открыта, линия фронта перенесена за Краматорск и Славянск. Налаживается ли там мирная жизнь и как восстанавливается город после военных действий, мы решили проверить. Первая остановка – поселок Семеновка. Это один из районов Славянска. Он пострадал больше всего. Ранее здесь были жилые дома, сейчас, судя по всему, они полностью брошены. Еще три месяца назад здесь были пациенты. Руководство города просит осторожнее ходить и смотреть под ноги. Здесь работали минеры, но еще кое-где могут остаться мины. Судя по всему, это мнение местных жителей. Во время бомбировки авиация? Тут даже не везде стены остались. И, судя по всему, то уходить здесь еще небезопасно. Хотя даже остались более-менее уцелевшие комнаты. Это мастерская наша была. Потом был он, ну дальше вы туда пройдете, увидите. И 10-й корпус. Одни стены стоят. Крыши нема, перегородок нема, перекрытия нет. Главный корпус. И плиты попадали, и снаряды торчали еще в потолках, когда мы только пришли после этого самого обстрела, как закончился. Осторожно. По стеклу оно не шутит. Конечно. Тяжеловато теперь нам. Ну, то была работа, такая больница была. А осталось? Фиг. Листик живой. Что вы делаете? Снимаем. А зачем? Для нового корпуса. Сюда будет новый стелить? Какой новый? Больница не принадлежит восстановлению. Нет. Все. Больницы здесь не будет. Куда-то будут переносить? Ну да, куда-то будут. А пациенты? Сейчас нужно взять, мы берем с собой. Что осталось? В том числе линолеум? Да, в том числе линолеум. Пригодный? Да, пригодный. Он у нас всего года два, наверное, только полежал. А где пациенты сейчас? А я сам своими глазами видел. Папа развозили по разным больницам. Да вот, загляньте, там ничего, можете оттуда зайти и на второй этаж подняться, там все увидите. Ну, там страшно. Ведь оно обвалилось все. Ну, что-то же удалось спасти из документов. Там нет, нет, там все сгорело дотла. Буквально два месяца назад это был жилой район, сейчас он полностью мертвый. Смогут ли жители Славянска когда-нибудь простить тот ужас, который они пережили? Переодеваем петличку. Четыре попадания по крышу. Из 92 окон четыре только целых. Мебель побита, разгромлена. Все имущества перевозывают, перебросаны, разбросаны. Ужасно, часто у нас. Еще даже ремонт не окончен, а украинский флаг уже висит. Вот тут работы идут, судя по всему, полным ходом. Здравствуйте. 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 Рассказывайте, много работаете здесь? Очень. Сколько смен? За недели три работаем. Я так понимаю, почти без перерывов. Ну да. 1 сентября. Открывается школа. В школе в 16 лет уже не было ремонта. Ой, в 60 лет. В 61 году построил, и никто ничего. Зато теперь будут пластиковые окна и двери. Да. И новый ремонт. Площадочки спортивные какие-то. Все тут, когда первый раз приехали, это было ужасно. А будет? А будет классно. Благодаря всем. Школьные заведения к учебному году готовы. А вот дети, их родители, судя по всему, еще не совсем отошли от шока. Залечить душевные раны не так просто. Да и слишком свежи воспоминания. Вот здесь у нас коров умерли, и сарай, и сарай нема половина. А у них весь барак только одна корова осталась. Всегда молчу, сплю, боюсь. Ничего такого не было. Часто. Упали тут, в подвал упало. Мы в погребе были. Потом Николаевки, пятиэтажный, в подвале сидели три дня. Вот такого больше что бы не было. Я уже говорю, я мужу говорю, умрем среди... Там никого, ни турки не было, никого среди. Русских молодцы. Они нас уважали. С ними сидели в погреб. Они говорят, а где турчанки, говорят, они же с нами были. А мы вышли на улицу, мне плохо было, лекарства пил, опять с ними. Три дня с ними в подвале сидел. Я говорю, если умрем, я говорю, мне никто не найдется в этот подвале. А вот земные раны постепенно стираются. Буквально месяц назад, когда мы здесь были и снимали только что освобожденный Славянск, на этом месте была гигантская воронка. В центре города также ведутся восстановительные работы. Правда, опять-таки, речь идет о школах, а не о жилых домах. Спустился по плите, со второго этажа вот тут молодая пара с собакой как-то спустилась, я не знаю. И все. Да откуда же мы знаем, кто стрелял? Разве на снаряде написано, кто к нас попал? По кому-то стреляли или просто... Никого не было, мы их не видим. У нас же эти ополченцы, так называемые, они имели привычку заехать, вот, предположим, там вот между двумя садиками заброшена асфальтная дорога, пострелять быстренько и уехать на своих машинах этих грузовых. Ставили эти минометы эти, или как их называют эти? Ноны. Ноны или бог его знает, что это такое. Постреляют и уедут. Ну, извините, украинская шармия тоже отвечала им. Но я так думаю, куда попадет уже? Ну, попала нам. Для нас важно другое. Мы никак не можем сдвинуть вот это с мертвой точки. Нам надо хоть какой-то толчок, что наш председатель и инициативная группа бьется как рыба об лёд для того, чтобы получить заключение о том, что подлежит он восстановлению или не подлежит. Для этого нужно заказать какую-то техническую документацию, которая разрабатывает какой-то архитектурный институт. И оно никак, ничего не получается в неё. А наступит зима, куда нам возвращаться, что нам делать? У нас, во-первых, со стороны бульварный, вот этот дом, который четыре, у нас в связи с ударной волной вылетели стёкла с той стороны, но там хотя бы стёкла, рамы не вылетели. А здесь у нас воронка перед входом как раз бомбоубежище была, там вырваны двери, вырваны парадные двери. И с первого по третий этаж вырваны окунные рамы, задеты стеной покрытия, потолок, классные кабинеты, которые прилегают к этой стенке как раз. Это всё задето. Спасибо, что это всё восстанавливается. Спасибо, что отреагировал фонд Марины Порошенко, потому что материалы были закуплены. Спасибо мальчикам, которые работают не на страх, а на совесть. Это правда, потому что работают с утра до вечера. Работаем для того, чтобы дети учились. Всё. Во многих домах до сих пор окна заклеены крестами. Это для того, чтобы, когда идёт взрывная волна, не лопали стёкла. Из полторы тысячи пострадавших домов 243 не подлежат восстановлению, но власти обещают проблему жильцов решить. На прошлой неделе вели переговоры как раз с жителями одного из самых пострадавших районов Семёновки и предложили нашу концепцию, я могу там чуть позже сказать о ней, по восстановлению. Также идёт активная работа сейчас по оценке экспертной всех повреждённых зданий и вырабатывается механизм компенсации. Компенсации то ли в виде строительных материалов, то ли в виде денежных средств. И я надеюсь, что у нас на следующей неделе будет приложен уже механизм, чтобы пострадавшие жители получили от местного бюджета, от государства необходимую помощь для восстановления всего, что пострадало во время этих событий. Одна из идей власти построит на месте разрушенных домов посёлок будущего европейского типа. Славянск вновь приобрёл жёлто-синие цвета. Такие вот билборды развешаны по всему городу, а столбы и заборы перекрашены в цвета национального флага. Сегодня мы хотим покрасить именно столбы, которые площади больше. Потому что вчера мы красили отдалённое, от площади всё, от центра. К нам подходили, конечно, люди, говорят, зачем вы это всё, а что вам было при ДНР плохо, что ли? И у нас сразу машина так стояла рядом с БУ, они сразу, а что я вам говорил? То есть получается, у нас они как бы приветствуют и защищают, как можно сказать. А вот люди, которые были за ДНР, ЛНР, ведь они остались в городе. Как они себя сейчас ведут? Ну сейчас они ходят тихо, раньше, когда мы одевали ленточки, пытались бить, угрожали. Ну а сейчас одеваем, они даже ничего не говорят, потому что понимают, что кого-то тронуть не того, вот звонок в ИСБУ и хоть заберут, и всё. Ну в принципе они остались сегодня? Да, остались. Ну просто стали тише и всё, как бы не сильно себя... Не, ну есть, конечно, которые всё равно возбухают, но в основном уже поменьше, конечно. Вот люди, которые остались наверняка, что были и те, которые воевали и были с оружием в руках, да? Наверняка это оружие осталось у них. Ну конечно осталось. Ну вот много из них мы даже каждый день видим постоянно. Они ходят там, все бухи и такие. Люди, которые до этого стреляли, правильно я понимаю? Сегодня подходил человек к нам говорит, типа, что это там Украина, forever, да? Типа, ну да, говорит, а что ДНР, типа... Там матьюки были. Говорим, да нет, типа, не надо. Мы говорим, а что тебе было хорошо, когда стреляли? Говорит, да, было круто. Говорю, ну езжай в Донецк, там сейчас круто, типа, там повоюют. Вот, он говорит, типа, ну ждите, еще типа вернется. Славянск возвращается к мирной жизни. Уже разобраны баррикады, троллейбусные провода не висят, как лианы, а по улицам стало безопасно ходить. Несмотря на то, что Краматорск пострадал намного меньше Славянска, настроение у людей такое же. Объяснили, вам вчера объяснили, был замгубернатора. Вот, видите, разрушенная квартира стоит, она стоит полтора месяца. Хозяин, молодая семья, девочка беременная была, ну ехали вовремя, никто не пострадал. Отец все время приезжает. Вчера, позавчера был разговор. Я почему заинтересован, вот у меня второй этаж, меня заливает, потому что дождь идет по стене, квартира не ремонтируется. Обратите внимание, снимите, пожалуйста, это частный садик когда-то был, да? Сегодня там предприниматель такой, киричик есть. Вот захватили ополченцы, или как их называем, по-другому. Этот садик, видно из-за сына или не знаю из-за чего. Вон мешки стоят, вон окопы, окопы никто не засыпал до сих пор. Они что, ждут возвращения? Пускай засыпают окопы. Никто за это время не засыпал окопы. При этом власть уверяет, что делать все возможно. 47 пострадавших домов, это именно многоэтажек, 26 мы уже восстановили полностью. И восстановили стекла, восстановили крыши. То, что в наших силах. Мы с первого дня начали восстанавливать. 101 частный дом. Из них 4 полностью родов. Да, по поселку. 4 полностью родов. Из них. В городе было убрано, сельскохозяйственных коммунальных предприятий, было убрано более 3,5 тысяч покрышек, 500 бетонных блоков, 300 тонн мусора. Было вывезено с баррикад, с блокпостов, ну и в целом по городу. Пойдемте школу посмотрим. Валерий Калинин. Валерий Калинин. Валерий Калинин. Может быть чуть больше, мы закончим конструктивы, угрожающие обрушением. Вы увидите дома, на которых в тысячу раз больше ущерб, чем у этого человека нет окна. Пока мы их не закончим, ни одна бригада не пойдет на остекление. Заводы и один, и второй наши лидеры дали деньги, взяли подряд, дали материалы. Но мы им это объяснили. Мы прием на остекление, когда исчезнет угроза обрушения домов. Все, точка. Ольга Калинченко, Денис Вишневский, 057UA.